Приветствую всех, дорогие друзья. Сегодня в воскресном выпуске новостей давайте посмотрим на китайский графический ускоритель Big Island. Узнаем о уязвимости в процессорах AMD Ryzen на Zen 3 и оценим планы по выпуску холодильника Xbox Series X. Об этом и многом другом из мира IT я расскажу вам прямо сейчас. И с вашего позволения я начну с китайской новинки. Стало известно, что компания Tian Shu Jixin уже близка к началу массового производства графических процессоров Big Island. Эти ускорители являются собственной разработкой и будут выпускаться на 7 нм. Использоваться они будут в центрах обработки данных, а выпуском займётся TSMC. Китайская компания ещё раз напомнила, чего следует ожидать от продуктов на базе Big Island. На изображении они продемонстрировали пиковый уровень производительности в вычислениях с числами разных форматов. По словам китайцев, Big Island сможет обеспечить почти в два раза более высокий уровень производительности по сравнению с решениями крупнейших мировых производителей. При этом китайская разработка обладает более низким уровнем энергопотребления и в то же время готова предложить более привлекательное соотношение цены к уровню производительности. В заявлении китайской компании также говорится, что прогресс в разработке продукта и его потенциал коммерческого применения на пару лет опережает возможности отечественных аналогов. Плюс ко всему они поделились изображениями первых продуктов на базе графических процессоров Big Island. Но информацию о точной дате старта продаж и о ценах компания не сообщила. Тем временем в красном лагере затрещала безопасность. На этой неделе компания AMD опубликовала документ с подробным описанием уязвимости процессоров поколения Zen 3. Оказалось, что один из элементов архитектуры подвержен так называемым атакам по боковым каналам, яркими представителями которых стали Spectre и Meltdown в процессорах Intel. С процессорами AMD таких проблем не было, но теперь они появились и поразили новейшие процессоры Zen 3. Как сообщили в AMD, один из важных элементов по ускорению работы Zen 3 является механизм предсказаний PSF. Как нетрудно догадаться, это процесс спекулятивного исполнения инструкций, когда логика процессора пытается предугадать результат загрузки и заранее начинает исполнять инструкции из очереди. Обычно точность предсказаний очень высока, что дает возможность существенно повысить производительность вычислений. Тем не менее, данные обрабатываются с учетом предсказаний и всегда остается вероятность ошибок. В таких случаях данные должны быть сброшены, но как и в случае с атаками Spectre, вредноносный код открывает возможность получить доступ к промежуточным результатам расчетов даже в защищенной области памяти. В частности, как считают в AMD, атака на PSF во многом похожа на атаку Spectre V4. Стоит отметить, что специалистам компании не известны случаи атаки на процессоры Zen 3 с помощью уязвимости в PSF. Поэтому красные считают риск этой уязвимости низким. Большинству пользователей компания не рекомендует отключать функцию PSF, потому что это снизит производительность системы, хотя и не уточняется на сколько. В то же время компания работает над патчами для удобного отключения Predictive Store Forwarding. Утверждается, что патч для Linux уже создан и скорее всего готовится патч для Windows. Так что стоит дождаться патчей и посмотреть на сколько падает производительность и потом уже решать выключать PSF или нет. Также компания AMD продолжает работать над новыми процессорами с микроархитектурой Zen 3. В обозримом будущем состоится релиз гибридных процессоров Ryzen 5000G, а также следующего поколения Threadripper для платформы TRX4. О грядущем релизе новых Threadripper проболтались разработчики утилиты HWinfo, внедрившие предварительную поддержку в новой версии. С точки зрения технических характеристик, процессоры Threadripper четвертого поколения должны быть близки к серверным Epic поколения Milan. И в настоящее время доступность настольных процессоров Zen 3 всё равно оставляет желать лучшего. Но похоже, что команде Лизы Су всё-таки удалось найти способ, как увеличить поставки настольных Ryzen 5000-ой серии. Согласно данным китайского веб-ресурса Channel Gate, во втором квартале отгрузки этих процессоров должны вырасти на 20 % относительно первых трёх месяцев этого года. Стоит добавить, что дефицит недорогих процессоров AMD наблюдается ещё со второй половины 2020-го, из-за чего в последнем квартале Intel смогла вернуть часть рынка процессоров. А помните полноценный холодильник в стиле Xbox Series X? Его Microsoft разослала нескольким знаменитостям в качестве маркетингового трюка ещё в октябре перед выпуском новых консолей. И похоже, что все желающие смогут купить миниатюрную версию такого же холодильника, если конечно это не затянувшаяся первоапрельская шутка. Первого апреля аккаунт Twitter Marketing провёл опрос, в котором предложил зрителям проголосовать за то, какие производители публикуют лучшие твиты. Это был финал конкурса лучший из твитов по итогам целого месяца опросов. В финальном голосовании участвовали Skittles и Xbox. Руководитель маркетингового отдела Xbox написал, что если они выиграют, то компания выпустит настоящие мини-холодильники Xbox Series X. Конечно, 1 апреля не подходящая дата для того, чтобы верить подобным заявлениям. И вот наступило 2 апреля и он пообещал довести дело до конца. Xbox выиграла опрос в твиттере с небольшим отрывом в 0,6 процента, и маркетолог сказал, что мы будем двигаться вперёд в выполнении нашего обещания воплотить в реальность эти мини-холодильники Xbox Series X. Он также сказал, что первый холодильник компания заполнит играми и отправит в Skittles в качестве демонстрации хорошего спортивного духа. Понятное дело, что всё это по-прежнему касается маркетинга и продвижения марки Xbox. Но такие мини-холодильники могут оказаться очень даже популярны. И может в далёком будущем Microsoft будет популярна как производитель стильных холодильников. А возникший на российском рынке дефицит доступных по цене ноутбуков может сохраняться довольно долго. РБК, ссылаясь на участников рынка, рассказала, что это может затянуться до конца этого года или даже дольше. Глава дистрибьютора ID House сообщил РБК, что производители сейчас не могут в полной мере удовлетворить заявки на поставку ноутбуков. Они выполняют лишь 60 % от заказа крупных ритейлеров и около 30 % заказов от дистрибьюторов и других клиентов. Директор по развитию бизнеса персональных систем Lenovo в России также подтвердила, что компания удовлетворяет примерно 60 % заказов. Она добавила, что многие сети перестраховываются и заказывают больше, чем им нужно и сразу у нескольких поставщиков. Плюс ко всему она подчеркнула, что кризис отразился в основном на нижнем ценовом сегменте, ассортимент которого стал сокращаться, а устройства начали дорожать. Директор Lenovo также указала на то, что дефицит процессоров для ноутбуков возник ещё до мировой болезни и связан с переходом Intel на 10 нанометров. Она также отметила, что производители не спешат инвестировать в наращивание выпуска компонентов, так как нет никакой уверенности в том, что повышенный спрос на ноутбуки сохранится долго. В свою очередь глава пресс-службы ASUS связал возникновение и дефицита на рынке электронных устройств с нехваткой центральных и графических процессоров с матрицами для экранов. По его словам, нехватка комплектующих возникла из-за высокого спроса и крайне сложного технического производства двух ключевых комплектующих. Даже планирование отгрузок матриц и процессоров начинается за год, поэтому невозможно нарастить производство мгновенно, когда возникает потребность. В итоге мнения компаний по поводу сроков устранения дефицита разделились. По словам представителей ASUS, на это может понадобиться от полугода до года. А по оценке представителей Lenovo, с дефицитом полупроводников удастся справиться до конца этого года. И наконец-то настал день, когда шестиядерные и восьмиядерные процессоры готовы обогнать двух- и четырехядерные в составе игровых ПК. Благодаря исследованию аппаратного обеспечения Steam мы можем получить достаточно точную информацию о том, насколько популярными стали многоядерные процессоры AMD и Intel за последние несколько лет. Огромный всплеск популярности шести- и восьмиядерных процессоров отчасти объясняется стратегией AMD, направленной на увеличение ядер. Intel же была просто вынуждена последовать примеру конкурента. На данный момент график Steam показывает, что четырехядерные процессоры по-прежнему лидируют, занимая долю чуть более 40 %. Тогда как на шестиядерные приходится порядка 30 %. Но с конца 2017 года популярность шестиядерных процессоров неуклонно растет и они уже превзошли двухядерники. Если нынешняя тенденция сохранится, то популярность шести- и четырехядерных камней сравнится ближе к концу года. Но шестиядерные процессоры продолжат набирать популярность и дальше. Все это может говорить о еще большем приходе многопотоков игры, так как у большинства уже не будет четырехядер. Ну а если вам понравился ролик, то не забудьте поставить ему лайк. А я хочу сказать огромное спасибо всем кто ставит лайки и подписывается на мой канал. До скорых встреч, друзья.